Доброе утро, друзья! Перед вами очередная моя работа. Она будет положена как глава в основу новой совершенно книги. Но пока это черновик, его можно и так, и так, можно пергнуть вверх ногами, можно смотреть справа налево, слева направо. Дело в том, что у нас с вами все меньше и меньше сторонников, все меньше и меньше денег и все больше и больше мошенников. В результате вырастить сад, просто пойти купить саженцы и вырастить сад стало практически невозможно. Я предложил вариант самый простой, самый дешевый. Хотя все-таки придется немножко и подумать, знаете, о чем? Вот. О том, что некоторые проблемы возникнут. И мы сейчас о них поговорим. Итак, называется эта штука, это глава железов. Самый быстрый и дешевый способ создания плодового сада лучше в вашем городе и области. Глава первая. Я перевожу на звук на ауди. Просто текст, который я создал для вас, друзья. Итак, читаю. Многие любят на слух воспринимать. И еще почему на слух? Обзаведясь телефонами, обзаведясь там этими ватсапами, получается, что многого не разглядеть. Отсюда и слова мои помогут. Глава первая. Итак, о чем речь? Только из семян выращиваю. Глава первая. Идеальных технологий не бывает. Мы живем в садовом мире, где бал правят деньги, и их апологеты – мошенники. Практически весь садовый мир простых людей стал жертвой ограбления и каторжного труда. Один пример. Стоило появиться, в скобках, в Сибири, процветающему саду железовых, в скобках, Шушенский район, как наши полсотни прекрасных фото плодов были украдены и украсили сотни сайтов, якобы плодопитомников, интернет-магазинов. Тут бы надо добавить. Мошенничество приняло вселенский масштаб. А они, плодопитомники, продают дровишки за деньги, без всякой логики. Засаживание спросят цену, то меньше цены паршивой водки. Кстати, бывает цена и даже бутылки пива. Цена сайтовства, который должен дать потом сотни ветер, как у меня, плодок. Итак, от цены паршивой водки, бутылки пол-литровой. И до нескольких тысяч, и даже нескольких десятков тысяч. Я, кстати, друзья, вам это все показывал, и многие из вас смотрят все фильмы. Вы это видели. 46 тысяч, а там написано слева. Без шуток. Рядом 2-3 тысячи, и вдруг 46, и написано слева. Синяя. И все. Вот синяя, так и называется. Название. Сорт синяя. Никто не замечает, что на сотнях сайтов нет ни одной фотографии собственного сада, где выращены дровишки. Хотя бы дровишки. Слова не хватает. Хотя бы дровишки. Зато десятки и сотни фото, в наглое взятые из интернета. Совет для начинающих и не знающих масштаба катастрофы. Вот. Набирайте телефоны, они всегда там есть, и задавайте вопросы. Кто вырастил эти шедевры на просторах Морозной Руси? Например, фамилию садовода. Хочу познакомиться. Кто он такой? Кто эта шутка вырастил? Вот. До сих пор ни одного мы так и не узнали, хотя пытались. Почему фото из интернета? Где свои? Единственный ответ я получил достаточно убедительный. Вы знаете, у нас есть сад, но сфотографировать нам было некогда. На что привиты шедевры? Значит, единственный раз удалось добиться от сады России, крупнейшей плодопитомник России, там на многих абрикосах было написано привиты на, причем хитро привиты на, привиты на полукарлики. Потом удалось выяснить, что эти полукарлики, вишни, кустарниковая вишня, бисея, подлость несущественная. В общем, вы тоже, как только вы спросите, на что привито, 100% вам не ответят. Даже не потому, что хотят обмануть, а потому, что они сами не знают. Так, если это не ваши саженцы, а так часто бывает, ссылаются, что мы их получили, но они все равно морозовики, тогда требуйте, пусть они назовут область или страну. Примечание, под пыткой не скажут, хотите проверить? Надо было, сдергивайте их на дыбу, ставьте на этот самый, на стул, вешайте им петлю на шею и говорите, раз, два, три, выдергиваю это, выбиваю стул с под ног, не скажут. Чаще просто не знают, поэтому и погибнут. Это большинство, а кто знает, это никогда не скажут, даже если повешать. Наслушавшись лапши, добивайте их вопросов. Можно ли приехать лично и выбрать саженцы в питомнике? Как делает единственный питомник России, единственный, я имею в виду настоящий, питомник России железы, вот они же. То есть, зимует на морозе, и выкопка сразу, не из магазина, не из магазина, где пол мёртвая. Вот это единственный в всю страну. Но есть уникальные семена из этого лучшего сада России, причём многие из них сохраняют культурное качество потомствия, ниже докажу. Но чем культурнее потомство, тем оно менее морозостойко. Оно ведь гибридное, из смешанного сада железовых. Будем прививать. Тут ведь в Сибири собраны самые морозостойки в мире под двое, под любые культуры. Загляните на сайте железовых. Смотрите, я сейчас нажму, вот так вот. Видите? Вот это уникальная вещь, вот это уникальная вещь. Вот здесь с гостевой вы будете со мной общаться. Вы узнаете, например, что по каждому понедельник вебинары, которые не имеют равных по качеству того, что там преподносится. Вот. Есть фотогалерея. Но сюда лучше не глядеть. Единственное условие, чтобы открыть, поглядеть, это если под рукой вылетел. Вот. То есть всё, что я говорю, это не пустые слова. Это всего за несколько лет. Сегодня сколько лет. Так. Остальные годы открывать не будем. Вот. Возвращаемся к нашим этим самым. Второе. Куда крестьянину податься? Вырастить самому? Глава вторая. В данном случае на примере неудачных России, но прекрасных слив. Сама идея проста. Садятся надёжные морозостойкие сорта. Они предназначены частично для выращивания на собственных корнях. Я не встречал, кстати, этих диких слив никогда. Вот. А бывают такие сладкие, что слаще привитых, слаще культурных. И повторяю, они предназначены частично для выращивания на собственных корнях. Частично или полностью предназначены служить подбойми для более роскошных, но менее морозостойких родственников. Это надёжная синица в руках. Посадили, я вам покажу их ниже. И всё, у вас уже сад есть. И круглый год витамины. И свежие, и закатки, и соки, и компоты, и варенья. Это только один пример. Присхождение семян. Желательно из вашего же района, или не менее, или более сурового края. Рядом садятся семена лучших российских зарубежных сортов. Семена. Это уже жар птица. Не дав им шансов на частичное замерзание, ещё до сильных морозов в ноябрь-декабрь, вы встретите с ним почти весь прирост. И привьёте на пункт первый. То есть на те самые. Уже весной следующего года. Видите, как всё быстро. Один год только на выращивание. И подвой, и привоя. Получите жураля в небе. Не принявшие привои саженцы. Подвой, то есть сами подвой, которые не приняли привои, в последующие годы больше не привайте. У них и без того отличные шансы дать плоды неплохого качества. То есть это тоже допускается. Не каждая лыка в строку. Растущие после сильнейшей обрезки крупноплодные сорта отнюдь не обречены. Они ведь из сада Железова. А там, ниже просчёте, о загадочной телегонии. Да, и не скажешь, там будут деревья, трудно загубить снежную Россию. Вот смотрите, даже если бы это было абсолютно не мразостойка. Вот, допустим, держат 30, а эти-то держат 40, потом мысливые. Ну, допустим, 30 держали бы. Метр снега, и всё, и выращивайте в такой форме. Но часть сада всё же составит именно привитое деревья. А коммерческая составляющая – количество ниже. А далее проза жизни в вашем саду. Иначе без этой прозы ничего не вырастить. Хотя это не вредно. Первое условие. Грунтовые воды в саду на глубине не менее 3-4 метров. Новый участок начинается с разведки, то есть колодца. Причина. У вас будут только сеянцы с неповреждёнными сержевыми корнями. Почему? Второе условие. Выращивание семян и будущих подвоев приводят только на месте. Те. Понимаете, почему? Неповреждённые сержневые корни. От этого рацийка зависит. Чем ниже, тем лучше антифриз. Антифриз – мой термин. Повторяю. Выращивание семян и будущих подвоев и будущих приводят только на месте безъединной пересадки. Допускается только прореживание. Причина. Вы носите сразу сортов лучших в России и в мире. Они должны быть исключим дебильную обрезку. Нетронутыми лопатой и секатором. Это в идеале. Третье условие. Лишь бы не серый склон. Почему? Посмотрите на фото номер три. На тень от этого человека. Если на фото полдень, то вы уже догадались. Дела плохо. Видите? Скользит солнечный луч. Справа налево. А если утро? Сад будет. Но это даже не так уж принципиально. Это как бы я беру крайний случай. К которому надо стремиться. Потому что я ищу западный восток. Постелу от Железова. Только в смешанном саду. Возможна биологическая совместимость при прививках между дикими и культурными сортами. Вот так. Только в смешанном саду. Это посредствия вот этого. То, чего наука не признает. Где это у меня? Где это у меня? Где это у меня? Где это у меня? Телегония. О, Боже. Памяти нет. Ладно. Не буду возвращаться. Вы уже поняли, о чем речь идет. Телегонию наберете, поймете. Как можно сроднить. То есть секс без зачатия. Извините за термин, который вообще-то подразумевается у людей, которые считаются ненаучными. Итак, отсюда. Четвертое условие. Нужен надежный адрес настоящего сада. Без компьютерной графики вместо фото плодов. Откуда вам придется выписывать семена, семечки и косточки сразу. Одновременно. И подвойные, и привойные. Причина. Черенки с другого места не гарантируют биологическую совместимость заранее выращенной в семечке подвоя. Понимаете, я уточняю. Вот посмотрите. Вы выращили подвоя. Вы пошли в заброшенный сад. Вы пошли в лес, где могут быть эти дикие, те же яблони. Терны встречаются в лесу. Эти самые вишни туда заносятся. Даже вишни. Накопали. А где возьмете? А если найдете где-то при войне? Или обманут. Или они со стороны не станут приживаться. Помните, сибирки считаются несовместимы с культурными. Это официально. Вот. Груши считаются детям несовместимы. Абрикосы манзурские считаются несовместимы. Ну, это... А совместить особая работа, но это не каждому дано. Таких на планете всего несколько человек. Кстати, я туда тоже вхожу. Ну, а готовые саженцы со стороны вообще заведомленные калеки с изуродовыми корнями. Даже лучшие из них. И вот, допустим, вы изучили сайт. Ну, я вам уже показывал мой сайт. И решили судьбу своего будущего сада связать с семенами из лучшего северного русского сада. Железного. Написал письмо. Вот, видите. Нажали сюда. На СТРЛ. Щелкните ссылку. И вы в моем почтовом ящике заказываете. И вы заказываете каталог. Тогда пятое условие. Выписать семена до их статификации. Соответственно, сортам. Декабрь или январь. Или февраль. Статью высылаю по заявкам. Посадить сразу до зимы оптимистам. Если вы из многоснежного региона. Или провести статификацию хранения в холодильнике. Или погребе в слегка сыром песке. Своими руками. Вот это по статификации. Момент, когда надо высаживать. Тяжесть слива. Я это делаю за 3-4 месяца. За 3,5. К моменту посадки. Обычно это апрель. Они уже созревают. Не созревают, а готовые посадки. Можно получить от железного семена позже. Февраль, март, апрель. В пакетиках с сырым песком. Но тут возможно преждевременное просыпание семян в дороге. По пути от 3 до 7 попаданий. То в тепло, то в холод. Это когда называется почтовая перевалка. А зима может задержаться или наоборот. Фото 5 и 5,5 А. Видите? Проклюнулось 20-40% семян. Ну а остальные явно годятся 22 апреля. Отсюда совет. Выписывают сухие семена до ноября, декабря, января. Смотря какой вид. И закладывают информацию самим. Статья на сайте называется. Статификация семян. Посеверный вариант удаляйся в саду. Пожалуйста. Еще я высылаю десяток таких. Не статей, а уже фильмов. Те, кто уже конкретно заказал. 10 фильмов. Два про прививку. Как прививать. И 10 фильмов. Как. Для каждого региона. Как статистировать. Опоздавшим придется садить уже в мечи два этапа. Фото 6,7 от моих друзей. Вот это фото от моих друзей. Шестое условие. Не использовать ни один из привычных агроприемов из ЗМИ. Который я называю Смерседам. Не использовать. И я все чаще в адрес авторов. Они продолжают печататься, учат, убивать. Используют только идиоматические выражения. Что такое идиоматическое выражение? По-русски это мат. Так, седьмое слово. Для нелюбителей привать семена. Выбирать не самим, а доверить мне железу. Подчеркиваю. Вот тут и начинается главное. У меня особый сад. В нем растут все необразивное многообразие. Нет, не сортов. А сорт образцов, клонов и форм. И культурных, и полукультурных, и полудиких, и совсем диких. И привитых, и непривитых. Все это рядом. Все это перемешку. Нарушив все мысли мои, правила и законы. Как и для Мичурина, для меня законы Менделяя неприемлемы именно в садоводстве. Далее антинаука. Деревья занимаются сексом с помощью половых органов пчел. Не падайте со стульев. Повторяю. Деревья занимаются сексом с помощью половых органов тире пчел. В том числе без зачатия телегония. Меняя плоды не только у потомца, но и у самих себя. Вы знаете, стало невозможно предсказать крупность, окраску и вкус плода. Внимание, даже на одном и том же дереве в разные годы. Сами потом просчете. Внимательно вернетеся к этому. Это плохо. Для меня великолепно. Но не хочу я заранее знать, что вырастет. Не интересно. А вырастет такое. Зато каждое новое открытие вызывает восторг. И в результате каждый Новый год. Новое открытие нужно слово и слово приближать и ждать чуда. Подчеркиваю. Это не для всех. Для избранных. Для примера продолжим разговор. Как эффективно вырастить именно сливовый сад. Как самое легкое в исполнении благодатное изделие. Поверьте, самое легкое. К тому же диких слив, даже подвойные, их диких вообще не бывает. И вот вы ниже увидите часть из моей коллекции полночащих сливов. Растущих вместе. Но условно разделенных на две части. Неспроста. Подчеркиваю слив теории южных. Мировых стандартов. И привитых именно на дальневосточном сливы китайки. Которые. Проэтотчие. Тогда я продолжаю подбирать к главному. Ярчайший пример поддающейся проверке. Весь сад. Именно на этом дачном участке 50 соток. Пять гектаров сад у меня ребята на уциклах сожгли. Поэтому не удивляйтесь, что всего лишь полгектара у меня. Удивительно молод и был заложен. Кроме нескольких героев стариков в 2005-2007 году. Эти мрачные даты. Тогда до апреля был сожжен мой главный сад. Пятьга. На острове. Получается, что вы видели в моих видеороликах, фотогалереях. Тонны лучших плодов. Выросло после. Менее чем за 10 лет. И находится в расцвете сил, несмотря на около 40 градусов мороза. И не поверите, практическое большинство зим без снежья. И все живо. И это доказательство того, что вам тоже понадобятся считанные годы. Посмотрите на эти фото. Ну, вы догадались, это культурная красота какая. Надо подолго разглядывать. Примерно как мы смотрим на картины художников. Вот такие у меня сливы. Чуть-чуть шире, сделайте, или шире. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так даже будет лучше. Так, на девушек не глядеть. Только на плоды. Ясно? Повторяю. На девушек не глядеть. Глава третья. Итак, допустим, выписали у меня в том числе и косточки именно от этих прекрасных плодов. Средняя цифра 100 штук. Посадили в своем саду после первого года, срезали привой. Кроме нижних, 5-6 пучек. Жесткая технология железда. Привили на то, фото ниже. И просто ждете. Доплодоношение части из них 3-5 лет именно после их сильнейшей обрезки черенков для. А потери среди тросок, да, частично, но не полные. Хотя у меня в последние годы потери не бывает. Они же, внимание, сверхморозостойки, сверхурожайные сорты, образцы китайско-вуссурийских слив. Самые сладкие из надежных и самые надежные из сладких. Это тоже феномен садовом царствия. Одновременно и сладкие, и корни собственные, и подвои для роскоши. Подвои. Ну вот, не любуемся. Вот это мои китайские сливы. Все разнообразие. Глава четвертая. 100 плюс 100 косточек. При хорошей скорости даже 50%. Уже сделают ворсат через 5-6 лет выше в области. Тысяча косточек в Европейской России, Сибирь, Урале, то есть вообще полностью в России. Вот тысячу штук, и пожалуйста. Ну, если бы я сейчас был бы новичок, почитал все это, заказал тысячу косточек, и совсем в другом месте, не в Сибири, а в Европе это сделать легче. Вот в середине, тут же он стал бы лучшим, потому что у меня нет ни сил, ни времени это сделать. Чтобы уже без оговорок. Немножко того, немножко того. Говорит, что хочешь побольше, котлеты или сосиски? И того, и того побольше. Помните? Шутливый ответ. И того побольше. Ну, отсутствие их по всей стране великое, не убиваемых катаклизмами, но убиваемых самими садоводами на всероссийский позор. Ну, вот вы привели на них вторые 100 черенки, вторые 100. Среди из культурных саженцев, с первых 100 и смешанный суперсад готов. Напоминаю, заглубление котик символическое, это очень важно. Тема эта отдельная, крайне болезненная. Я это обвинил сотни тысяч авторов СМИ в уничтожении садоводства в России в целом. Понимаете? Я обвинил в уничтожении садоводства заглублением семян на несколько сантиметров. Это страшно. Похоже, ничего не изменилось. Только одно фото именно здесь. Я его даже комментировать не буду. Как убивают. На нем раскопанный абрикос. Ужас современного садоводства. Убивая своими руками заглубленная посадка и уча миллионы садоводов тоже убивать. Ни один из авторов не догадался раскопать ни один из миллиардов мертвых саженец за 150 лет печатного дела. Распространяя смерть миллиардных экземпляров. Это мое обвинение всей науки. В том числе и нашей, российской. Посадка на холмы или гряды фото моих друзей вам помогут. Они ниже. Если проблемы в вашем саду заставят вас частично делать пересадку, то вот вам подспорье. Видеоролик Железова. Закладка сада. Надо, увидите. Вот. Еще подспорье для доверщиков новичков от Железова. Один из примеров величайшего лохотрона, поразившего всю страну. Любуйтесь, вас, друзья, принимают за лохов. Лохов. Фото 29. Какую глупость они лохотрончики совершили, прислал каталог мне. Прям бумажный, заказным письмом. Мне Железову. Вот, видите. Якобы абрикос колонавидный. Во-первых, колонавидных абрикосов, так же, как колонавидный слив, груш, вишен, черешен, персиков. На планете нет ни одного. Увидели слово колонавидный? И в морду. Я не шучу. И в морду. Потому что перед вами мошенник. Вот. И вот они, нарисовав персик, назвали его абрикосом. Это их уровень. Вот. Ой. Почитали. Рисунки изобразит любой компьютерщик. В их каталоге их на валом. Что делать? Повторите, я сейчас рассказал. Выше в виде инструкции для богатых людей и людей среднего достатка. То есть для тех, у кого нет нищих денег, для покупки мертворожденных сажатся в коллег. Да и богатым тоже нужны свои целебные фрукты. И к детям. Горькая шутка. Богатые проигрывают бедным только в одном. Могут позволить себе больше этих травмных фруктов, чем бедные. А на подворе болезнь такая. У них растут красивые сорняки. И так, слегка повторяюсь. Далее предлагаемый мой. Если доверитесь не дальше, все будет зависеть от вас. Инструктаж. Печатается впервые. Но это будет уже, так как сейчас остановится запись, так как такое устройство моего фотоаппарата с камерой, то продолжим через несколько минут, когда я сделаю вторую серию. Так, внимание, друзья. А, и так как до отключения осталось две минуты, я еще вот что скажу. Самое страшное, это когда Медведев в одно время и Путину вовремя ездили на Кубань и их угощали. Вы думаете, этими самыми, что я показывал вот этими вот самыми, вот этим их поогащали. Они даже не спросили, почему в Сибири есть, а на Кубани нет. И это в ведущем институте. Там, где их угощали яблоками и этим виноградом больше ничем. И это самая элита у страны. С ними же были еще десятки, сотни чиновников. И никто про это не знает и знать не хочет. Я обвиняю в том, что лидеры в нашей стране, которые должны быть самые здоровые, от них зависит наше будущее, кормят отравленными фруктами. Я жил и их обвиняю. Дойдет, не дойдет, боюсь, не дойдет. Высылал я Путина, высылал я даже Лукашенко в отчаянии. Высылал я сам в науке, высылал я журналистам известным. Думал, раскрутят свои диски, фильмы, книги, статьи, книги, которые в руки возьмешь. Это такая вещь, это невероятно. В ответ тишина и единственное письмо, хорошее письмо. Как меня поблагодарили замминистра сельского хозяйства Белоруссии, Лукашенко не показали. И столько одно сказал, да, вы против обрезки, а у нас оно заложено в регламент. Мы резали и будем резать. Тогда я понял, почему у них засилие польских саженцев. Это все оказалось правдой. Но им этого хватает. Чиновник, он и есть чиновник. И вот получается, мы заканчиваем на этом месте и продолжим за несколько минут. Это будет уже в следующей серии. Спасибо. 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 Спасибо.